Еще недавно в жизни Ольги Банниковой все было хорошо. Она работала в одной из государственных структур, не имела проблем с законом. Все изменилось, когда ее сожитель Алексей Кузнецов предложил ей заняться поставками наркотиков. Именно Кузнецов нашел во всемирной сети один из интернет-магазинов и в ходе переписки договорился с неким продавцом о сделке. Обсудив механизм поставки наркотических средств, они решили, что заказы наркотиков Кайдер будут ошелять последствия в сети интернет лицо номер один. С целью сокрытия таможенного контроля посылки с наркотиками должны были направляться под видом различных электронных устройств. Посылки отправлялись на имя Ольги Банниковой и еще одного члена группы, друга Кузнецова, Дмитрия Юдинского. Часть синтетики они отвозили в Красноярск, часть бывали в Абакане. Никаких прямых контактов с покупателями не было, наркотики оставлялись в закладках, а деньги за них наркозависимые перечисляли в Киве кошелек. Закладки делались по всему городу. Под укромное место подойдет любой козырек подвала или оконный откос. По данным следствия, всего из Китая подсудимые получили шесть посылок. Наркотиков в них было на 4 миллиона рублей. Это особо крупный размер. За пособничество контрабанде Алексей Кузнецов получил 17 лет строгого режима, его друг Юдинский 15 лет. Без свободы осталась и Ольга Банникова. Она осуждена на 8 лет общего режима. Стороны могут обжаловать приговор в течение 10 дней. Продолжение следует...